Книга пророка Исаии. Глава первая. Книга пророка Исаии. Глава первая. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена. Города ваши сожжены огнем. Поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась черсть Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом уподобились Гоморре. Слушайте слово Господне, князья Содомские. Внимай закону моему, Бога нашего, народ Гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Я присыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота. И крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите, являясь предлецом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидят душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет ваш, ибо уста Господни говорят. Как сделалась блудница и верная столица, исполненная правосудие. Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою. Князья твои, законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою. Не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Посему, говорит Господь, Господь Саваоф, сильный Израилев. О, удовлетворю я себя над противниками моими и отмщу врагам моим. И обращу на тебя руку мою. И как в щелочи очищу с тебя примесь. И отделю от тебя все свинцовое. И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе город правды, столица верная. Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдою. Всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Они будут постыжены за дубравых, которые столь вожделены для вас, и посоромлены за сады, которые вы избрали себе. Ибо вы будете, как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды. И сильный будет отрепьем, и дело его искрою. И будут гореть вместе, и никто не потушит. Исайя, глава 2. Слово, которое было в видении к Исайи, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни гора Дома Господня, будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям. И будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом Якова, придите, и будем ходить во свете Господнем. Но ты отринул народ твой, дом Якова, потому что они много переняли от Востока, и чародеи у них, как у Филистемлян, и с сынами чужих они в общении. И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищем его. И наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его. И наполнилась земля его идолами. Они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. И на все кедры ливанские высокие и превозносящиеся, и на все дубы васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсийские, и на все вожделенное украшение их. И пойдет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расселенный скал и в пропасти земли от страха Господня и от славы величия его, когда он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселенный гор от страха Господа и от славы величия его, когда он восстанет сокрушить землю. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Исайя, глава 3. «Вот Господь, Господь Саваоф отнимет у Русалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пятидесятника и вельможи, и советника, и мудрого художника, и искусства во вслове, и дамы моторковым начальники, и дети будут господствовать над ним, и в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможию. Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет, «У тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалены под рукою твоею». А он, склятвою, скажет, «Не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа». Так рушился Иерусалим и пал Иуда. Потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для очей славы его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как садамляне. Не скрывают горя души их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. А беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Притесните ли народа моего дети, и женщины господствуют над ним. «Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили». Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. «Вы опустошили виноградник, награбленный у бедного в ваших домах. Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф. И сказал Господь за то, что дочери Сиону надменны и ходят, подняв шею, и обольщая взорами, и выступают величавой поступью, и гремят цепочками на ногах. А галит Господь теми дочерей Сиона, и обнажит Господь с ароматой их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки. Серьги, ожерелья и опахала, увязлые запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привестки волшебные. Персни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки. Светлые тонкие пончи и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловония. И вместо пояса будет веревка. И вместо завитых волос плеш. И вместо широкой пончи узкое вретище. Вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне. И будут воздыхать и плакать ворота столицы. И будет она сидеть на земле опустошенная. Исайя, глава 4. И ухватится семь женщин за одного мужчину в тот день. И скажет, свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить. Только пусть будем называться твоим именем. Сними с нас позор. В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести. И плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми. Все вписанную в книгу для житья в Иерусалиме. Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима и среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи. Ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатер для осенения дома от зноя и для убежища и защиты от непогоды дождя. Исайя, глава пятая. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. А разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни выскапывать его. И зарастет он терными и волшсами. И повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев. И мужи Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудие, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Горе вам, прибавляющее дом к дому, присоединяющее поле к полю. Так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои, сказал Господь Саваоф. Многочисленные домы эти будут пусты. Большие и красивые без жителей. Десять участков виноградники дадут один бат. И хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры. И до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитры, и гусли, тимпаны свирели, вино на пиршествах их. А на дела Господа они не взирают. И о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно. И вельможи его будут голодать. И богачи его будут томиться жаждаю. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою. И сойдут туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Саваоф превознесется в суде. И Бог Святой явит святость свою в правде. И будут пастись овцы по своей воле. И чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые навлекут на себя беззаконие, верами суетности и грех, как бы ремнями колесничными. Которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели. И пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Зато, как огонь седает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит его. Так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. И поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему на краю земли. И вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет. И не снимется пояс, шресл его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты. Копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь. Рев его, как рев львицы. Он рыкает, подобно с кимном, и заревет, и схватит, добычу и унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря. И взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках. Исайя, глава шестая В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края ризь его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, а двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили, Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди. И скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. И воогрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я, надолго ли, Господи? Он сказал, доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей. И великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней, и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от теревинфа, и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их. Так святое семя будет корнем ее. Исайя, глава 7. И было во дни Ахаза сына Иафамова сына Озии, царя иудейского. Рицин, царь сирийский, и Ифакей, сын Рималиин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его. Но не могли завоевать. И было возвещено дом у Давидова, и сказано. Сирияне расположили в земле Ефремова. И вскалебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаии, выйди ты, сын твой, Шиар-Ясуф, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю белильничему. И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись. И да не унывает сердце твое от двух концов, этих дымящихся головней, от разгоревшегося гневом Рицина и Сириян и сына Рималиина. Сирия, Ефрем и сын Рималиина умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее, овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Ибо глава Сирии Дамаск, и глава Дамаска Рицин. А через шестьдесят пять лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Рималиин. Если вы не верите, то потому что вы неудостоверены. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исайя, слушайте же дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего. Итак, Сам Господь даст вам знамение. Все девы в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля-то, о которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего, дни, какие не приходили со времени от падения Ефрема от Иуды. Наведет царя Ассирийского. И будет тот день, даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской. И прилетят и усядутся все они по долинам опустелом, и по расселенным скам, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет Господь бритвою, нанятую по ту сторону реки, царем Ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец, по изобилию молока, которое они дадут, будут есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет в тот день, на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз, на тысячу серебряников, будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда. Ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищались борозниками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их. Исайя, глава 8. И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток, и начертай на нем человеческим письмом Магер-Шелал-Хашбас. И я взял себе верных свидетелей Урию священника и Захарию, сына Вархеина. И приступил я к пророчеству, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь, на реке имя ему Магер-Шелал-Хашбас. Ибо прежде нежели дитя будет уметь выговаривать отец мой, мать моя, богатство дамаска и добычи самарийские понесут перед царем астерийским. И продолжал Господь говорить ко мне, и сказал еще, за то, что этот народ пренебрегает водами села Ама, текущими тихо, и восхищается Рицином и сыном Рималиином. Наведет на него Господь вода реки бурная и большая, царя Ассирийского, со всею славой его. И поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих. И пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Эммануил. «Враждуйте народы, но трепещите, и внимайте все отдаленные земли, вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите, замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог, ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку, и внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал, не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и будет он освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельства и запечатай откровения при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое, от дома Яковлева, и уповаю на него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и пребезнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, и к шептунам, и к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу, спрашивает ли мертвых о живых. Обращайтесь к закону и откровению, если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего, и взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму, но не всегда будет мрак там, где он огустел теперь. Исайя, глава девятая. Прежде время умолила землю Забулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за иорданскую страну, галилею языческую. Народ, ходящий во тьме и тени, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной светлость сияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться перед тобою, как веселяться во время жатвы, как радуется при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготивший его, и жезл, поражающий его, и трость притеснителей его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут имя ему, чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Слово посылает Господь на Иакова, и оно не сходит на Израиля. Чтобы знал весь народ Ефремы, жители Самарии, которые с гордостью и с надменным сердцем говорят, «Кирпичи пали, построим из стесаного камня, сикаморы вырублены, заменим их кедрами». И воздвигнет Господь против него врагов Рицина, и неприятелей его вооружит. Сириан с востока, а филистимлян с запада. И будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает. И отсечет Господь у Израиля голову, и хвост, пальму, и трость в один день. Старицы знатны — это голова, а пророк, лжеучитель, есть хвост. И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его, и вдов его не помилует. Ибо все они лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось. Пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает чащих леса, и поднимаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня. Не пощадить человек брата своего. И будут резать по правую сторону, и останутся голодны. И будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Монасте Ефрема и Ефрем Монастею. Оба вместе Иуду. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Исайя, глава 10. Горе тем, которые постанавливают несправедливые законы и пишут жестокие решения. Чтобы устранить бедных от правосудия, и похитить права у малосильных из народа моего. Чтобы вдов сделать добычу и своею, и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения? Когда придет гибель издалека, кому прибегните за помощью? И где оставите богатство ваше? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. О, Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его, мое негодование. Я пошлю его против народа нечестивого, и против народа гнева моего дам ему повеление. Ограбить грабежом, и добыть добычу, и попирать его, как грязь на улицах. Но они не так подумают, и не так помыслят сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов. Ибо он скажет, не все ли цари князья мои? Хални не то же ли что, Кархимис? Ямаф не то же ли что, Арпад? Самария не то же ли что, Дамаск? Так как рука моя владела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделали того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией идолами ее. И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет, посмотрю на успех надменного сердца царя сирийского, и на тщеславие, высоко поднятый глаз его. Он говорит, силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен, переставляю пределы народов и расхищаю сокровища их, и низвергаюсь престолов, как исполин, и рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. Величается ли секира перед тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его. Как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и святое его пламенем, которое сожжет и пожуррет, терны его и волшцы его в один день. И славный лес его, и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахлый умирающий. И остаток деревьев леса его так будет малочислен, что дети в состоянии дитяв будет сделать опись. И будет в тот день остаток Израиля. И спасшиеся из дома Якова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Якова к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определенно изобилующее правдою. Ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф во всей земле. Посему так говорит Господь, Господь Саваоф, «Народ мой, живущий на Сеоне, не бойся, Асура, он поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебя, как Египет. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование. И ярость моя обратится на истребление их». «И поднимет Господь Саваоф в бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Арива, или как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет. Ибо и в тот день снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его, шеи твоей, и распадется ярмо от тука. Он идет на анаф, проходит мигрон, мехмаси складывает свои запасы, проходит теснины, в геве ночлег его, рама трясется, гива Саулова разбежалась. «Вой голосом твоим, дочь Галима! Пусть услышит тебя Лаис, бедный анафоф!» Мадмена разбежалась, жители гевима спешат уходить. Еще день простоит он вновь, грозит рукою своею горе Сиону, холму Иерусалимскому. Вот Господь, Господь Саваоф страшную силу и сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены. Высокие повержены на землю, и посещет чащу леса жезлом, и Ливан падет от всемогущего. Исайя, глава одиннадцатая. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветер произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господнем исполнится, и будет судить не по взгляду, а честь своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уз своих поразит землю, и духом уз своих убьет нечестивого, и будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истины. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не буду делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море, и будет в тот день корню Исееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покоя его будет слава, и будет в тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, у Елама, и в Синааре, и в Ямафе, и на островах моря, и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли, и прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Еуды будут истреблены, Ефрем не будет завидовать Еуде, и Еуда не будет притеснять Ефрема, и полетят на плеча филистимлян к западу, а грабят всех детей востока, на Едома и Маава наложат руку свою, и дети Омона будут подданными им, и сушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях смогут переходить ее, тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Исайя, глава 12. И скажешь в тот день, Славлю тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот, Бог спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое, Господь, и Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день, Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он содел великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди Тебя Святой Израилев. Исайя, глава 13. Пророчество о Вилоне, которое изрек Исайя, сына Моссов. Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем. Большой шум на горах, как бы от многочисленного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудия гнева Его, чтобы сокрушить всю землю. «Рыдайте, ибо день Господа близок, идет, как разрушительная сила от всемогущего». Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. «Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота афирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Тогда каждый, как преследуемые серные, как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот падет от меча. И младенцы их будут разбиты перед глазами их, домы их будут разграблены и жены их обесчищены. Вот я подниму против них медян, которые не ценят серебра и непристрастны к золоту. Луки их сразят юноши и не пощадят подачи рева. Глаз их не сжалится над детьми. И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет не спровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматы будут скакать там. Шакалы будут выйти в чертогах их, и гиены в увеселительных домах.